Добрый день! Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в очередной раз мы встречаемся в это время, чтобы обсудить достаточно интересные темы. Я подумал даже о том, что мы не будем, наверное, говорить сегодня о рынке. И даже картину маслом я почему-то не хотел бы рисовать. Кроме мечела, больше посмотреть не на кого практически. Хотя, может быть, и заведут наши сегодняшние дебаты нас и на рынок. Поживем, увидим. И тем не менее, прежде всего, тема, которую мы сегодня заявили, достаточно интересная и актуальна, мне показалось. Мы поговорим сегодня о том, как чувствуют себя микрофинансовые организации, как чувствуют себя крупнофинансовые организации, то есть банки. Есть ли у них конфликт интересов. Вот об этом сегодняшний эфир. Представляю гостей с удовольствием, как всегда, это делаю, потому что сегодня в студии Максим Асачий, начальник аналитического управления банка БКФ. Максим, добрый день. Добрый день. И в студии Ярослав Кабаков, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Добрый день, Ярослав. Добрый день. Для вас, уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Можете присоединиться к нашей беседе, к нашему эфиру и позвонить, либо написать, задать вопрос, поделиться собственными мыслями по этому поводу. Сразу начнем разговор. Очень много у меня вопросов. Ну, к тебе, примышленный, да, Ярослав, как к президенту Ассоциации микрофинансовых организаций. Ну, давай вот откуда начнем. В принципе, бытует мнение, я не свое мнение озвучу, да, как в старых анекдотах, знаешь, есть мнение. Есть мнение, чтобы начать разговаривать откуда. Есть мнение. Вот бытует мнение, что эти самые микрофинансовые организации, это такие не совсем, а, слово, слово какое-нибудь. Недобанки. Недобанки, это само собой, да. Они не совсем, Максим, недочистоплотные совсем кредитные организации. Да, вот, если можешь, прокомментируй, пожалуйста, это мнение. Ну, я бы сказал, что рынок микрофинансирования за счет того, что достаточно активно рос последние несколько лет, ну, а в частности, вот последний год удвоение произошло, очень большое количество спекуляций на эту тему. И даже те же самые пирамиды, которые паразитировали сначала на банках, потом на рынке ценных бумаг, сейчас начинают, уже начали паразитировать на рынке микрофинансирования. Это, так скажем, горячая тема, ну, практически любой рост финансовой отрасли, он сопровождался вот такими достаточно активными проявлениями таких организаций. В этом отношении, ну, я могу сказать, что там через полгода, год, наверное, тема остынет, что-то новое произойдет, и непосредственно пирамиды и нечистоплотные участники рынка весьма вероятно перекинутся туда. Ну, а если говорить... Туда, в смысле, вот... Да, ну, на очередную тематику. Куда-то, да, где произойдет что-то новое. Да. А если говорить про рынок микрофинансирования, то это абсолютно, так скажем, такая достаточно важная вещь произошла, которую многие не заметили. Почему? Потому что микрофинансы в незаконодательной области, они жили всегда. Да. Сосед дал другому соседу до зарплаты денег, да, либо там открыть бизнес или еще что-то. Это все, в принципе, относится к рынку микрофинансирования. Другой вопрос, что при принятии законодательно, да, весь этот, все эти отношения как раз стали более публичными. И мы, конечно же, смотреть в зеркало отказываемся, говорим, что нет, такого не может быть, такого никогда не происходит. А мы это кто? Я имею в виду и общество, и средства массовой информации. При этом очень часто забывается, что все-таки основная доля микрофинансирования относится к бизнес-займам, и об этом практически никто не говорит. Все упирают как раз вот на сегмент микрофинансирования, это займы до зарплаты. Там как раз возникают очень и очень большие, так скажем, спекуляции, в принципе, как и в потребкориетовании банковском. Ну, я думаю, что в конечном итоге рынок должен привести все на свои места. Я понял. Ну и ключевая, все-таки, я так выделю, да, вот в твоем ответе, ключевая фраза, это как раз некое законодательное регулирование, да, всего этого процесса. Да, абсолютно верно. Причем она идет достаточно активно на протяжении, ну, с 2011 года. И по сегодняшний день, когда рынок микрофинансирования, микрофинансовые организации стали регулироваться Центробанком, и здесь пошли уже достаточно, так скажем, активные законодательные инициативы. Я понял. Максим, твоя точка зрения вообще на эту тему? Ну, все-таки, наверное, не с 2011, а с 2010, да, то есть, когда был принят закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, вот. Но, в принципе, все-таки... Но президент подписал в 2011. Ну, все-таки... А Совет Федерации и Госдума в 2010. Да, да. Все-таки, значит, нюанс какой есть. К сожалению, слабо отрегулирован этот рынок. Ну, начнем с простейшей вещи. У банков важнейший показатель, определяющий их температуру, как бы, их жизнеспособность. Это норматив достаточности капитала N1. Аналог есть, вроде бы, и у МФО. Это норматив достаточности собственных средств, который, правда, определяется не совсем так. Это просто отношение капитала, ну, увеличенного на субординированные кредиты, и отношение к активам. Вот. Но у банков там не активы, а средневзвешенные, ну, взвешенные по риску активы. Это нечто другое. Это раз. И два. Капитал у банков чрезвычайно тщательно отслеживается. Это одна из позиций, которая, ну, под микроскопом рассматривается центральным... Отслеживается регулятором. Да, отслеживается регулятором. Ничего подобного у МФО нет. Вот. То есть, есть там второй норматив. У банков целых три норматива ликвидности. И еще будет три норматива достаточности капитала, кстати. Вот. Три норматива ликвидности. У МФО только один. Один. Вот. И, ну, там тоже он, так сказать, ну, скажем так, весьма халявный по отношению к банковскому. То есть, даже с точки зрения, ну, вот, скажем так, надзора за финансовыми показателями, это вольница. Хотя там есть ведь огромные уже организации, которые побольше иного банка будут. Ну, напомню, там домашние деньги, которые даже свои облигации выпускают. Это мы обсудим тоже. Да. Это очень любопытно. Да. Вот. А регулирование совсем различное. То есть, по существу, по отношению к банковскому сектору, занимающийся фактически тем же самым. Вот об этом речь-то, конечно. МФОшный сектор. Ну, я бы не согласился. Это теневое. МФО относится к банковскому сектору, если вот так по трассе. Они занимаются абсолютно... Тем же самым. Одним и тем же. Значит, мне могут сказать, что вклады не принимают. И еще как принимают. Там есть ограничение в законе. Есть такое замечательное ограничение, что займы населения могут принимать от полутора миллионов рублей и более только МФО. То есть, они не могут... Вот старушка там со своими дечками к ним не придет, как в банк. И не положит, так сказать, во вклад. Вот. Так научились паразиты обходить. Каким образом? Расскажите. А вот, может, знакома вам такая замечательная организация, называется Кредитор. Я прямо вот даже врать не буду, а прямо вот вам на сайте покажу. Вот, значит, Коронт... Это, значит, группа из двух компаний. Обнаружили вот как раз по этому, собственно, в ведомостях была замечательная статья по этой моей находке. Вот. Она из двух компаний. Коронт Казань и Креатив Инвест. Люди исключительной креативности. Ну, я вас уверяю, они... Креатив Инвест... Не, не, они исключительно. Прямо вот не спорьте со мной. Это супер креативные. И вместе они работают под брендом Кредитор, о котором мы, наверное, поедаем после рекламы. Браво, браво. Спасибо, да, снял у меня с языка. Действительно, сейчас новости послушаю, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Максим Асачий, начальник аналитического управления Банка БКФ. И Ярослав Кабаков, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. На эту тему, собственно, мы сегодня и разговариваем. По этому поводу мы и встретились. МФО. С одной стороны, с другой стороны, банки. Пока так выглядит картина. Да? Хотя, по идее... Сейчас, Максим, продолжишь интересный пример. Этот креатив, по идее, они должны на одном берегу-то. Потому что занимаются одним и тем же. Ну, не совсем. Не совсем? Не совсем. Я понял. Я бы сказал бы совсем не одним и тем же. Ну, давайте все-таки вот тот пример до конца. Каким образом, так сказать, совсем получается. То есть, проблема, ведущая в МФО, центральная проблема, это недостаток финансирования. То есть, ну вот, собственные средства, это как бы недостаточно. Ну, квартиру можно заложить свою. Вот. Где взять деньги? Ну, крупняк может облигации выпускать. А мелочи что делать? Ну, самый, конечно, интересный ресурс, это, ну, скажем так, сбережение населения. Вот. Но их не допускают, по существу поставив заслон. Полтора миллиона минимум. Их, так сказать... А, кстати, почему такая цифра возникает? А это закон, это закон, федеральный закон, так сказать, вот тот, который... Нет, нет, я понимаю, что это федеральный закон, откуда это цифры? Хотя бы во многих... Ну, чтобы... В некоторых законах цифры появляются потолка. Чтобы... Бабушек ограничить. Чтобы, да, чтобы ограничить. То есть, люди, которые несут полтора миллиона, они осознанно это делают, они понимают, о чем речь. У них есть деньги. Это уже квалифицированные инвесторы. Да, по существу, да, хотя, как показывает практика, в общем-то, скажем так, в МММ люди шли с гораздо большими деньгами, да, просто продавая, например, квартиры. С гораздо меньшей квалификации. Это известно. Это известно. Вот. Или даже некоторые брали кредиты в банке и относили в МММ, это известные случаи, патология, но... Вот. Значит, есть проблема, как дорваться до средств населения. Как бабушек почистить. Господи. И вот для этого изобретена... Ты вздыхаешь по поводу терминов или по сути? Ну, богодельно, Олег. Ну, реально богодельно. Почему? Потому что, вот, приводимый пример, там, 120% годовых. Это... Слушайте, мы его не слышали. Вот, по моему опыту, это безнадежная микрофинансовая организация, если она есть в реестре, потому что она разорится в ближайшее время. Это пирамида однозначно. Почему? Потому что средние ставки на рынки у микрофинансовых организаций от 19% до 35-40% годовых. Больше дать микрофинансовая организация не может. Почему? Потому что либо у нее будут расти затраты на привлечение, если у нее закручены гайки на скоринге, если мы говорим непосредственно про сегмент займов до зарплаты. Либо, с другой стороны, у нее будет расти просрочка. Это яркий пример того, что путают микрофинансовые организации с теми, ну, просто-напросто инсинуациями. По поводу того, что привлечение средств населения и ФСФР до этого чистила рынок, и до сих пор и Центробанк, я уверен, только ужесточит эти меры. Были и другие примеры, когда вводили инвесторов с небольшим капиталом через акционерный капитал. Да, в принципе, это законодательно не запрещено. Ты покупаешь акции компании, да, я имею в виду, ну, не акции компании покупаешь, а входишь в уставной капитал, тебе дается там небольшая доля. Все, в принципе, законодательно не запрещено. ФСФР запретила эту схему. Любые попытки обойти закон о полутора миллионах пресекаются достаточно жестко. Все остальное то, что есть, это, по большому счету, различные схемы, схематозы, которые, ну, конечно же, портят и представление о рынке, и, честно говоря, просто-напросто, ну, неудобно, так скажем. Почему? Потому что власти бездействуют. Вот в этом отношении все нормальные микрофинансовые организации поддерживают то, чтобы рынок зачищали от серых и от черных участников рынка. Откуда у вас такая информация, что все? Вот просто их количество настолько, оно же растет, ну, я не знаю, как, это пузырь. Уже знаете? Посмотрите по вашему показателю N1. У меня есть предложение, Ярослав. Посмотрите по N1 банке. Давайте договоримся так. Пусть Олег дает, так сказать, право голоса, потому что вы начинаете активно перебивать. Нет, давайте, давайте. Давайте вот. Кто сейчас говорит? Озвучим, давай, Максим. Я говорю. Хорошо. Значит, итак, во-первых, разберемся с тем примером, который, к сожалению, у нас был в перерыве. Мы обсуждали... До перерыва. Да. Нет, мы обсуждали в перерыве. Не слышали слушателей. Значит, ситуация следующая. Есть такая забавная организация, кредитор из Казани, точнее, под брендом, работают две фирмы. Одна МФОшка с лицензией, ну, которая была выдана еще ФСФР, а другая это Креатив Инвест. И вот они очень креативно работают по простой схеме. Значит, Креатив Инвест в рамках гражданского кодекса привлекает займы населения от 30 тысяч рублей, то есть там уже и бабушка может. Вот. Потом эти деньги передаются МФО, которая, в свою очередь, уже работает по схеме МФО. Вот. Под какие... Значит, я... Вот статья об этом... Я дал этот материал ведомостям в свое время, и была опубликована статья... Вот. Можно посмотреть. В Москве появился кредитор, обещающий гражданам 10% в месяц. Статья Татьяны Ворона. Ведомости 14 августа 2013 года. Вот любой желающий может зайти на сайт этой замечательной компании, ну, скажем так, группы, да, кредитур, и убедиться в том, что они по-прежнему продолжают брать под 10% в месяц привлекать средства от 30 тысяч рублей. То есть это является прямым, так сказать, нарушением духа закона, но буква закона, как видите, не обходится, и до сих пор продолжается эта работа. По существу осуществляется незаконная банковская деятельность, но она продолжается по всю пору. Вот. Это медицинский факт. Ну, теперь с удовольствием послушаю Ярослава. Давайте послушаем Ярослава. Что могу сказать? Нам было не в ведомости писать, а надо было в прокуратуру писать, и я вас бы в этом отношении абсолютно поддержал, как я уже сказал, что весьма вероятно, это пирамида. Спекуляции по поводу микрофинансового сектора. Ну, вы знаете, давайте с банковского начнем, посмотрим, что там творится. Банк Пушкина, да, у нас по показателю Н1, который, как вы говорите, отслеживается Центробанком. Вы его последний раз когда смотрели? Ну, по банкам. По банкам, по банкам вообще, в принципе. Начнем с того. По показателю Н1 вы когда смотрели? Начнем с того. У нас десяток банков уже не проходит по этому показателю. Прошу прощения. Я, Слава, подожди, вопрос. Вы задали мне вопрос. Нет, ну, риторический вопрос, если вы сразу не отвечаете. Давайте далее посмотрим. Мечел замечательный. Кто ему давал кредиты? Газпромбанк, Сбербанк и так далее. Десяток крупнейших российских банков. Там сумма 3,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день Мечел ушел на ковенантные каникулы до Нового года. Это у нас банковская система. Показатель просрочки вырос с 5,9 до 7,7. Подожди, пример Мечел. Я имею в виду, что копаться в примерах можно до бесконечности. Другой вопрос, что необходимо те законодательные акты и те законы, которые у нас уже приняты, их необходимо исполнять. Микрофинансовый сектор, вы знаете, я просто удивляюсь иногда. Законодательные инициативы идут одна за одной уже последние полгода. Давайте исполнять те законодательные акты и законы, которые уже приняты. Зачистите сектор от недобросовестных участников рынка. Уберите те микрофинансовые организации, даже не микрофинансовые организации, тех ростовщиков, как вы говорите, которые выдают вообще без документов. Это рынок, который достаточно большой. И его необходимо регулировать. Они пытаться спекулировать на тех микрофинансовых организациях, которые выполняют закон, которые законопослушны, платят налоги и так далее. У нас же как? У нас же готовы всегда повышать налоги, регулировать ставки именно на том секторе, который и так уже что-то делает. То есть выполняет все необходимые требования. И абсолютно никаких действий не производится в отношении серого и черного рынка. Давайте собирать налоги тех, кто не платит эти налоги. Давайте регулировать там, где это не происходит. Ярослав, давайте, я согласен с тобой. Мы по этому поводу, собственно, здесь собрались. Давайте, вот этот крик души, он в чью сторону, ты кому адресуешь ты его? Я его в первую очередь адресую, что не надо, так скажем, как я уже сказал, смешивать микрофинансовые организации и те организации, которые спекулируют. Ну что значит не смешить? Как не смешить? Вот она. Вот она, микрофинансовые организации, которые... Она в реестре, ты сказал. Я еще раз повторюсь. И она занимает 120 годовых, ни одна микрофинансовая организация на сегодняшний день не тянет. Ну то есть я как должен фильтровать их? Как? Если мне предлагают 120 годовых, я должен вспомнить Ярослава и сказать, нет, это скорее всего какой-то... Абсолютно верно. ...селевак. Вот этими объявлениями была оклеена вот эта кредитор, все вагоны в метро. Ну так вопрос-то к ФСФРу. Ну ФСФР, к сожалению, уже помрет. Нет, ну почему? Давай сделаем вопрос к ассоциации микрофинансовых организаций. А к тебе как к его президенту. Почему вы допускаете вот подобные лохотроны? Мне ходить срывать объявление? Вы это предлагаете? Зачем? Ты к кому-то сейчас обращаешься? Давайте, говорит, делать вот... К кому ты обращаешься? Извините, мы налоги платим для чего? Для того, чтобы как раз Центробанк и работал. Если уж говорить о репутации, это напрямую вы должны быть заинтересованы, правильно? Конечно. Мы с этим и выступаем. Сейчас мы новости послушаем и продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня тему, связанную с микрофинансовыми организациями. В гостях Максим Ассачий, начальник аналитического управления Банка БКФ и Ярослав Кабаков, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Я напомню, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Максима я сейчас оттащу от компьютера. Он, смотри, уже заявку отправляет. В прокуратуру. Нет, я смотрел на сайт МФО, ты заявку. Под 120 годовых вопросов пытается занять. Ну ладно, вернемся. Ярослав, безусловно, нет никакой задачи сейчас в эфире еще опорочить славное имя микрофинансовой организации. Нет такой задачи. Но мы пытаемся разобраться в том, что появился действительно совсем недавно и очень бурно развивается этот сегмент банковской все-таки деятельности. Нет, не банковской. Типично банковской. Вот смотрите, Алик, значит, объясню. Вообще микрофинансовые организации в России их, конечно, урезали. Почему? Потому что они направлены на проведение микрофинансовых операций. Можно посмотреть опыт. Да, это в том числе к микрофинансовой деятельности и проведение платежей и так далее и тому подобное. Относится, да? И, конечно же, во многом социальная направленность, в чем она заключается? В том, что микрофинансовые организации создаются в тех местах, где недоступны банковские услуги. Помимо этого, они, конечно же, работают там, где банки просто-напросто не осуществляют свою деятельность. То есть, если посмотреть на сегмент потребительского кредитования, то многие банки, если у вас особенно есть те или иные причины, вам могут отказать просто-напросто в выдаче кредита. Плохая кредитная история. Не только плохая кредитная история, неподтвержденные у вас доходы, невозможность взять деньги. И многие микрофинансовые организации, я сам лично это наблюдал, то есть, каким образом это происходило до последнего момента. Люди, я не знаю, получили деньги от продажи квартиры и тут же бежали и создавали микрофинансовую организацию. На собственный капитал, раздавали деньги. Причем население в некоторых регионах воспринимало это так, что появилась новая микрофинансовая организация, вот проходит бесплатная раздача денег. Да, да, примерно так. И в действительности, то есть, сам рынок еще, конечно же, не совершенен. Ни с точки зрения заемщика, ни с точки зрения микрофинансовых организаций. Почему? Потому что эти микрофинансовые организации потом разорялись и закрывались. Что логично. Да, что логично. То есть, там каждый месяц регистрировалось 30-40 микрофинансовых организаций. Ну, в принципе, я с тобой согласен. Несовершенство любого рынка, это повод для того, чтобы на нем появились сомнительные участники. Да, конечно. Потом этот рынок совершенствуется, эти сомнительные участники. Максим, сейчас, секунду, все-таки вопрос у меня к тебе. Вот смотри. Опять, с точки зрения, да, МФО, визави банк. Ты говоришь, ну, смоделируем ситуацию. Я как заемщик. Я пошел в банк, попросил денег. Да, мне там посмотрели, ну, куда-то, я не знаю, посмотрели кредитную историю, посмотрели, справка о доходах у меня нет, еще что-то нет. И отказали. Да. Да. Я пошел через дорогу, вот есть микрофинансовые организации. Паспорт положил, и они с радостью выдали мне необходимую сумму. Угу. И тогда, в чем логика? Банк старается, да, от плохого заемщика себя оградить каким-то образом, а МФО говорит... Олег, основной объем микрозаймов, которые привлекаются на секторе, как-то ни странно, это абсолютно не сегмент деньги до зарплаты, это сегмент привлечения ликвидности индивидуальными предпринимателями. Ну, очень простой пример. Индивидуальный предприниматель, который обращается в микрофинансовую организацию, просто-напросто не может привлечь деньги в банке под собственный бизнес. Чаще всего это разрывы ликвидности. Не может он зарплату выплатить своим сотрудникам, которые у него в ВП работают. Куда он обратится? В банк. Банк будет две недели рассматривать заявку, еще согласовывать, проверять, подтверждать доходы и так далее. Обращается в микрофинансовую организацию. Быстро, да, может быть более дорого, более высокая ставка. Более это тоже тема. Ну, вот об этом тоже можем поговорить. Почему? Потому что все обращают только на край стороны. Я могу сказать, что ставки в микрофинансовых организациях по сегменту бизнес-займов начинаются. Как ты думаешь, от скольки процентов? Я боюсь даже цифру эту произносить. Начинаются от скольки? А, начинаются. Ой, боже мой. Ну давай, начинаются от 10% годовых. Ну, ты абсолютно прав. Почему? Потому что мы опять же забываем, есть глобальнейшие программы поддержки микрофинансовой деятельности. Государство субсидирует. Ну, не субсидирует, выделяет деньги на как раз развитие малого и среднего предпринимательства. И фонд, вот Московский фонд поддержки микрофинансирования выделяет деньги там от 6 до 9% годовых. Микрофинансовая организация должна размещать эти деньги, опять же, ставкой финансирования плюс 2 трети ставки. Как ты сам понимаешь, это достаточно, так скажем, низкая процентная ставка. Если мы говорим про другую сторону, именно деньги до зарплаты, да, там ставки растут и до 3 тысяч, и до 5 тысяч. Но почему это происходит? Это происходит просто по одной простой причине. Во-первых, этот сегмент... До 3 тысяч процентов. Ну, вот в Англии самая крупная микрофинансовая организация, которая является абсолютно онлайн, у нее там 5 тысяч процентов годовых. И вопрос здесь только в одном. Это фондирование и возвратность средств. То есть банки, в принципе, некоторые банки, ставки у них по потреб кредитам, они, конечно, не тысячи процентов, но за сотню или даже за две иногда переваливают. И так устроен бизнес. То есть по большому счету это получается общий котел, что кто-то взял деньги, кто-то не вернул деньги и так далее. И таким образом... То есть эти 5 тысяч процентов просто закрывают риски, да? Потому что в МФО риски много выше. И весь риск просто-напросто размазывается по тем заемщикам, да, по общей массе. Максим. Ну, начнем с того, мы все-таки как бы МФО или не МФО, коронт Казань, которую мы обсуждали. Вот, если она в реестре есть, можно посмотреть 584 номер. Так что все как бы... Вот с этой точки зрения... Все по правде. Все по взрослому. Вот, теперь второй момент. Что касается... Значит, что якобы МФО идут туда, куда не доходят банки. А вот, как говорят дети-фигушки. В Москве все столбы завешаны, как вы знаете, объявлениями, ну, скажем так, там типа продам диплом. Вот. И второе... Займут денег. Да, займут денег. Слушай, проблема для президента. Тебе объявление из электричек придется и со столбов еще придется. Все столбы завешаны. То есть сложно найти столб, на котором бы этого не было. Ну, я вот должен сказать спасибо Собянину, но уже нет. Мы договорились. Давай. Так вот. А теперь... Вот я был только что на Кавказе, в Железнонаводске. Я не видел там вообще ни одного объявления на эту тему. Вообще ни одного. То есть такое впечатление, что там МФО, ну, может, и есть, но где-то очень-очень тихие и скромные. То есть, и я думаю, что такая же ситуация и в целом по стране. Потому что вот я сейчас просматриваю список МФО, где они зарегистрированы. Вы знаете, большая часть в Москве. Большая часть в Москве. То есть не факт, что, конечно, с московской регистрацией они могут работать там и в каком-нибудь новом ринге. Вполне возможно. Вполне возможно. Но все-таки основная концентрация у меня создается такое впечатление. Удар идет МФО именно на, так сказать, на те регионы, в которых и банки очень активно работают. Вот это ключевой момент. То есть такого, что они идут в какие-то там деревеньки, где даже сбербанковского отделения нет. Вот не верю, ребята. Вот не верю. Ну, опять-таки, логика понятная, да? Почему банков много в Москве? Потому что это Москва, потому что здесь деньги, потому что здесь люди. Логично, что МФО сюда пришли. Это же бизнес, нет? Олег, еще раз повторюсь, что из... сколько там сейчас? Уже 4200 с чем-то организацией. 4200 организаций. Но я бы сказал, что там, во-первых, половина не работает. Мы оцениваем... Не работает, в смысле? Физически не работает. Физически не работает. Очень много регистраций вообще просто происходило. Почему? Потому что как... Внес данные в реестр. И забыл. И забыл. Можно и так сказать. Или как ты привел пример. Квартиру продал, да? Быстро организовал МФО, а потом что-то не пошло. Ну, очень часто продал квартиру и начинает раздавать деньги вообще без формирования МФО. Это, опять же, тоже примеры очень... По поводу Северного Кавказа, я абсолютно не согласен. Концентрация людей там достаточно большая. И вот я был на прошлой неделе на Центрально-Азиатском форуме микрофинансовых организаций. Там присутствовало несколько крупных фондов, международных фондов. Которые работают там, начиная от Америки. Ну, непосредственно там Южная Америка. И заканчивая там и Сербия, и так далее. И Центральная Азия. И как раз в том числе захватывает Северный Кавказ наш. Они присутствуют, эти фонды, в структуре микрофинансовых организаций. То есть привлечение средств там как раз по Северному Кавказу во многом не только за счет собственного капитала, но есть уже и крупный агрегатор, который предоставляет средства. Вот. И в этом отношении это, опять же, политика города. Да, почему? Потому что за последний год можно ярко увидеть, что объявлений на столбах практически нет. На остановках практически нет. Ты сейчас про какой город говоришь? Про Москву. Где, может, выйдем? Подождите, у нас эфир, мы сейчас выйти не сможем. После эфира, может. Зачищают. И, конечно же, в Москве очень большая концентрация людей. Многие думают, что бизнес, сам микрофинансовый бизнес, это вот такая как бы золотая жила. Вложил деньги, получил прибыль, ничего подобного. То есть вот эти годы, они уже, я не знаю, они вообще были ли. Почему? Потому что работа микрофинансовой организации, это сложнейший бизнес, связанный и с отсутствием автоматизации. Почему? Потому что банковские продукты, которые очень дорогие, для микрофинансовых организаций не подходят. Автоматизировать, представьте, если у вас даже тысяча заемщиков, как отслеживать, у кого когда деньги забирать, кому выдавать и так далее. Это отсутствие необходимых механизмов скоринга, оценки заемщика и так далее. Это и очень, так скажем, вопросы юридические, взаимания просроченной задолженности и так далее. И в принципе капитал там в 5-10 миллионов просто-напросто на этом рынке не выживает. Но попытки, я вот сам своими глазами видел, когда к нам приезжают люди, начинают интересоваться. Вот мы хотим создать микрофинансовую организацию. Какой у вас капитал? 5-10 миллионов. Рублей. Да, рублей. Но вы понимаете, что вы не выживете. А вот мы вот видим, там выдают под 2% в день, а вот и так далее. И срок жизни этих микрофинансовых организаций там полгода, год, потом они просто-напросто закрываются. Из-за того, что разорились. Это то же самое, что было и в банковском сфере в 90-е годы. Сколько было банков зарегистрировано? Какие были условия по капиталу? Какие нормативы? Да ничего не было. Все, кто хотел, вырегистрировали банки. Потом прошло некоторое определенное время, все это позакрывалось. Там, где был сконцентрирован капитал, осталось. Вот сейчас у нас сколько? 900 банков, по-моему, да? Ну, где-то, да. При том, что максимальное их количество было то ли 3, то ли 4 тысячи банков. Но банковская деятельность, вот она в принципе так же и схлопнулась. И то же самое мы сейчас увидим и на рынке микрофинансирования. Ну, то есть обычная болезнь роста, что называется? Болезнь роста, да. Возьмите какое-то время, чтобы все это устаканилось, чтобы, так сказать, да, народ понял. Зерна отплеил, чтобы отличать мог. Максим, извини. Сейчас у нас новости, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжим эфир. Последняя его часть у нас, к сожалению, мало времени. А тема очень и очень большая. Ну, и интересная. Мы обсуждаем сегодня ситуацию с микрофинансовым сектором, да, с микрофинансированием Российской Федерации. У меня в гостях Максим Асачий, начальник политического управления Банка БКФ. А Ярослав Кабаков, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. У нас есть звонок, давайте начнем с него, а потом, собственно, продолжим нашу беседу. Татьяна Сергеевна, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, здравствуйте, будьте добры, вы скажите, объявления в газетах, не на столбах, а в газетах, МК, АИФ, вот о приеме вкладов по 30-20%. Это совсем мошенники или все же кому-то можно верить? Вот видишь, вот голос народа. Татьяна Сергеевна, огромное спасибо за звонок. Вот об этом я все-таки хотел бы, да, сегодня услышать ответ на вопрос. Вот человек просто открывает, да, все время телевизор смотрит, он газету читает, и там вполне... Если по 20-30% в год, то может быть и не мошенники, а если по 20-30% в месяц, то точно мошенники. Абсолютно верно, абсолютно верно. Средняя ставка, ну вот, она где-то граничит. Знаете, даже я бы сказал бы, что 30% уже выглядит немножко... Годовых. Годовых, да, в рублях, выглядит уже достаточно подозрительно. В этом отношении я ничего не могу вам посоветовать с точки зрения того, что вот, там, если высокие проценты, то это, там, мошенники, а если низкие проценты, то не мошенники. Не могу вам ничего в этом отношении посоветовать, почему? Потому что пирамиду можно создать и рекламируя 30%, да, только дав достаточно емкую рекламу на средствах массовой информации, которые, опять же, там... То есть собрав просто побольше народу. Да, собрав побольше народу. В этом аспекте, наверное, как бы у нас все-таки должны работать наши органы. Какие органы? Ты мне целый день сегодня... Ну, та же самая служба. Какие правоохранительные органы? Служба федеральная. Внутренние, которые вот тут, мозги. По поводу мозгов тоже необходимо работать. Нет, подождите, давайте так, мозги у нас у всех есть, и у наших слушателей тем более. Не у всех. У нас, подожди, у нас отсутствует финансовая грамотность. Помнишь еще, будучи ректором, да, учебного центра, мы с тобой эту тему... Пять с половиной лет, Олег. Пять с половиной лет обсуждаем. Да, обсуждаем. Важный момент. Типичный вопрос, понимаете, ребята, кому верить-то? Я открываю газету, уважаемое издание, и там объявление. Ну, если оно там оказалось, значит, это, наверное, проверяется как-то. Есть ключевой момент. Банка, если он принимает вклады, то обязательнейшим образом до 700 тысяч рублей застраховано в агентстве страхования вкладов. У МФО такого и быть не может, хотя некоторые паразиты, можете, так сказать, погуглить или пояндексить, некоторые паразиты все-таки ставят значок КСВ. Некоторые МФОшки, были такие случаи. Я в этом отношении добавлю, что у нас вот на наших глазах есть пример страхования тех инвестиций, которые осуществляются в микрофинансовую организацию со стороны. Одно из крупнейших страховых компаний. То есть непосредственно финансовые риски там страхуются. Рекламить не буду, потому как... Ну, крупнейшие уже достаточно, да, крупнейшие. Вот. Сам механизм, конечно же, вот я бы с точки зрения законодателей в этом аспекте, наверное, работал бы в этом направлении. Почему? Чтобы, если есть какие-то претензии с точки зрения инвестиций в микрофинансовый сектор, все-таки, чтобы страхование присутствовало. Постепенно крупные микрофинансовые организации в этом отношении работают. Они страхуют свой портфель, да, занимаются страхованием непосредственно там жизни и работы заемщика. Кто-то на деньги того же самого заемщика, кто-то на свои деньги, но в любом случае... Подождите, это выглядит как, я пришел за займом, да, в МФО. Да. И мне в ответ говорят, мы тебе денег дадим, но еще и застрахуют. Не, наоборот, наоборот, наоборот. Да, 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 да. Не, ну, в смысле, сейчас мы со стороны сбережений. То есть я хочу положить свои денежки во вклад, ну, они вклад не имеют права принимать, но дать займ, да. И они страхуют. Есть, да, это есть, да. Вопрос в том, насколько надежна страховая организация. Слово крупнейшее каким-то образом. Я считаю, там, Альянс Росна, которому 120 лет. Не, ну, да. То есть тут уже надо смотреть, насколько страховая компания. Ну, да, да. Уважаемые. Тут надо тоже думать. Это позитивный. Я бы так сказал, что это позитивный пример. Есть много спекуляций. И были... Альянс Росна, подожди, подожди. Я все-таки вот, извини уже, да, свою эту тупую мысль хотел бы еще раз озвучить. Вот этот фильтр, да, кому мне нужно обратиться, а кому не надо обращаться. Вот он, этот фильтр может быть как раз, может выглядеть как раз в качестве страховой компании. То есть вот у МФО есть партнер страховой компании, да, где вклады страхуются. И тогда вот в эту организацию я обращаюсь. А у этой МФО нет страховой компании. Которые, да, самих надо страховать. Ладно, продолжай. Вот. Ну, есть позитивные примеры, есть негативные примеры. ФСФР там всего лишь там три месяца назад кого-то штрафовало, у кого-то лицензию отбирало за как раз значок АСВ там и так далее, там подобное. Это негативно. Много мусора на сегодняшний день в сегменте. Есть примеры, вот, да, там, крупнейшие микрофинансовые организации, которые разместила облигационные займы. Вот давайте, да, о публичности поговорим. О публичности можем поговорить. Ну, давайте посмотрим на эту организацию. Это повод, чтобы ей доверять еще больше. Вы знаете, вот конкретно, касаясь именно вот этой организации, это речь идет о домашних деньгах. Вот, это вполне, скажем так, достойное доверие, по крайней мере, на, ну, не скажу за год, но на полгода, наверное, можно туда деньги положить. Вот, и отмечу, что на сегодняшний день она вообще-то обычно лидировала по доходности среди не дефолтнувших организаций по доходности облигаций. Вот сейчас она уже после, особенно после того, что с Мечелом произошло, уже не лидер. Вот, у нее доходность по облигациям, вот, я вижу, 20%. 20% размещалась она по 18,5%. 20, да, 20 годовых раз. Ну, если вот сравнивать с Мечелом, тут красиво. У Мечела все красиво, у него, сейчас я вижу, доходность около 200 годовых. Так что... Замечательно. Я лично покупал в свое время облигации Арбат Престижа, доходность там за месяц была 40%, и облигации РБК. Да, да. Облигации РБК, сколько там, меньше процента от номинала было. А этот Арбат покупал еще до известных событий? Нет, как раз события начались, но, так скажем, там, размещал облигационный заем Сбербанк и гасил облигации как раз Сбербанк, а потом уже рассчитывался с Арбат Престижем распродавая его имущество. Ну, как потом оказалось, Арбат Престиж ни в чем не виноват, но все уже было распродано. Ну, вот что такое 20% годовых? Это приблизительно соответствует, значит, рейтингу, скажем, от Standard & Poor's, которым, скорее всего, домашние деньги я даже проверять не хочу, скорее всего, не располагает. Вот, Triple C, это уровень, так сказать, который соответствует дефолту, вероятность дефолта за 5 лет 50%. Вот, ну, соответственно, скажем так, все-таки вероятность того, что дефолтнется вот в этом году домашние деньги, ну, все-таки не слишком велика. Не слишком велика. Вопрос, какой рейтинг у Митчелла по S&P? У него же есть один рейтинг? Я думаю, что там уже стоит D, потому что они уже дефолтулись. Ну, знаете, S&P, проциклическая организация, которая рейтинги свои цепляет, мы вспомним 2008 год, когда российским крупнейшим банком был понижен рейтинг S&P, а потом, как бы, вроде и все нормально. А вспомним и Лемон Бразерс с лучшим рейтингом от S&P. Ну, и примеров можно приводить очень много. Да, с рейтингами, да, это вещь очень субъективная, конечно. Давайте вернемся все-таки к теме. Ярослав, давай. Времени очень мало, к сожалению. Тем не менее, вот я хотел бы все-таки услышать и от тебя, и от Максима. А МФО, это альтернатива банку? Нет. Да. О, нормально. Давай. Ну, это развернутый все-таки ответ. Почему нет? Потому что у микрофинансовой организации есть ограничения по выдаче займов до миллиона рублей. Это тот сегмент, который просто-напросто не интересен банковской системе. Я считаю, что банковская система у нас достаточно давно за счет того, что у нас ЦБ зарегулировал ее как можно сильно, сильнее. Да, уже просто импотенты стали в этом отношении. Микрофинансовые организации более активно развиваются и абсолютно преследуют не те цели, которые ставят перед собой банковская система. И абсолютно другой масштаб развития. Сейчас мы сравниваем, так скажем, СОШКу по отношению к банковской системе. Почему? Потому что это всего лишь... СОШКа это МФО? Да. Микрофинансовый сектор это всего лишь 100 миллиардов. В этом году, может быть, будет, но сейчас можно оценивать там 70-80 миллиардов рублей. Это практически для банковской системы ни о чем. И микрофинансовые организации работают ближе к населению, ближе к малому и среднему бизнесу. Они лучше его понимают. И банки, как именно такие столпы экономические, абсолютно не конкуренты. Они практически не пересекаются. Во взаимоотношениях с заемщиком, с кредитором... Вы знаете, Олег, я встречаю наибольшую критику со стороны банковского сектора, со стороны тех банков, которые просто-напросто не занимаются этим сегментом. Вот они больше всего критикуют. Те, кто... Вот вы знаете, я, по крайней мере, не видел никакой критики микрофинансового сектора ни со стороны Тинькова, ни со стороны русского стандарта. Хотя вроде бы наоборот должны быть, да? Которые, по идее, да, должны. А вот со стороны тех банков, которые занимаются совершенно другими вещами, на совершенно другие суммы... Я знаю ответ на этот вопрос. Их завидки берут просто. Давай, значит, ответ... Не завидки. Не завидки. Вот. Значит, МФО, альтернатива банков. Ситуация следующая. Мы знаем, что рынок перегрет. Рынок сильно перегрет потребительского кредита. Рынок необеспеченного потребительского кредита растет с темпом, ну, где-то 40% за год. Вот. 40% за год. Вот. Даже сами банки, сами банки, уже вот этот достаточно узкий слой необеспеченного населения уже настолько насытили своими кредитами, что уже много народа имеет по 5 кредитов. И в этот достаточно узкий слой необеспеченного населения, то есть это люди, которые, ну, вот по московским рамкам, скажем, там зарабатывают до 30 тысяч рублей. Это вот основной, так сказать... А жить-то хочется сейчас, да? Давайте займем. Да, это основной заемщик, именно вот Payday. Осталась минутка, давай. Вот. И вот туда еще приходят активно растущие МФО, да еще и слабоуправляемые, слаборегулируемые, непрозрачные. Они же почти удваиваются за год. То есть, да, сейчас они маленькие, да, сейчас 70-80 будет миллиардов всего рублей, это очень мало. Но уже через 2-3 года что будет, если удваиваться? Это может, в общем-то, привести к никаких крах, вот этот пузырь, если пузыри, они когда сильно надуются, что потом происходит? Они лопаются. Ладно. Друзья мои, давайте так, я точку ставить не буду, многоточие поставим, потому что наверняка мы еще раз встретимся в этой студии. Спасибо вам огромное. Максим Асач и Ярослав Кабаков в студии Сухого Остатка. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.